Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 454. На боковых сторонах АВ и ВС равнобедренного треугольника АВС отметили, соответственно, точки М и К. Так что БМ равно БК. Отрезки АК и СМ пересекаются в точке О. Докажите, первое, что треугольник АОС равнобедренный. Второе, прямая БО, серединный перпендикуляр отрезка АС. Итак, берем треугольник АВС. Равнобедренный треугольник. И в нем боковые стороны АВ и ВС. Они равны. На стороне АВ отметили точку М. На стороне ВС точку К. Так что БМ равно БК. Отрезки АК, соединяем точки, и СМ, соединяем, пересекаются в точке О. И нам нужно доказать. Первое, что треугольник АОС равнобедренный. Второе, прямая БО, вот проведем прямую БО, является серединным перпендикуляром отрезка АС. Начнем с того, что рассмотрим треугольники АМ и С и треугольник АКС. В этих треугольниках сторона АС общая. Найдем АМ, отрезок АМ, или сторона АМ треугольника АМС. Ее можно представить как разность АВ минус БМ. АВ можно заменить на ВС. Это равные стороны. АВМ на ВК. Значит, ВС минус ВК – это уже у нас СК. Таким образом, АМ сторона равна СК, АС общая, и еще угол. Угол ВАС и угол ВСА равны. Как углы при основании в равнобедренном треугольнике АВС. АВ равно ВС. Значит, АС – основание, углы при основании равны. Таким образом, получается, что две стороны угла между ними одного треугольника, соответственно, равны двум сторонам углу между ними второго треугольника. Значит, треугольники равны по первому признаку равенства треугольника. АМС равен АКС. Но тогда из равенства треугольников следует равенство соответственных углов. Вот в треугольнике АМС у нас есть вот такой угол. Один мы его обозначим. А в треугольнике АКС есть вот такой угол. Эти углы соответственны, потому что они лежат напротив равных сторон, в равных треугольниках. И угол 1 равен углу 2. А из этого следует, что треугольник АОЦ равнобедренный, потому что угол 1 и угол 2 – это углы треугольника АОЦ. И если они равны, то выполняется признак равнобедренного треугольника. И поэтому признак у треугольника АОЦ равнобедренный. Причем второе в нем основанием является АЦ, а равные боковые стороны – это АО и ОЦ. АО равно ОЦ – это что такое? Это обозначает, что точка О равна удалена от концов отрезка АЦ. Ну, раз так, тогда точка О лежит на серединном перпендикуляре отрезка АЦ. Потому что серединный перпендикуляр – это геометрическое место точек, равно удаленных от концов отрезка АЦ. Теперь, если мы рассмотрим точку В по условию АВ равно ВЦ, но тогда точка В равно удалена, тоже равно удалена от концов отрезка АЦ. И, значит, точка В также лежит на серединном перпендикуляре отрезка АЦ. Тогда мы имеем две точки, которые лежат на серединном перпендикуляре отрезка АЦ. А, следовательно, тогда этот серединный перпендикуляр мы можем и назвать по названию этих двух точек. Две точки, как известно, однозначно определяют прямую, поэтому ВО и есть искомый серединный перпендикуляр отрезка АЦ. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Орех.